Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, Dishonored 2, с нами тут подбиратель всяких ценностей Корво. Тут лежал чертеж, и после того, как я закончил запись, я посмотрел на этот чертеж, и я понял, что к следующему разу, к сегодняшнему разу, я забуду его взять, и поэтому я его взял. И, наверное, именно из-за того, что я так поступил, я запомнил, что он здесь был. Короче, ладно, по сути, я подобрал чертеж, больше я здесь ничего не трогал. Картина, а картина у нас где была, кстати? Картина была здесь, точно. Мы подобрали картину. Парам-парам-пам-пам-пам. Тут мы ничего не упустили. Давайте еще быстренько, на секундочку, загляну наверх. Буквально вот... Здравствуйте. Это можно было открыть. Просто на секунду. Потому что я боюсь что-то упустить, и вот как бы... Не зря боюсь, клинок-то я чуть не упустил. Он тут лежал. Так, ведьма. Ведьма! Там кто-то еще ходит, нет? Вроде как вот эти две ходили. Одну я так и думаю, что усыпил. Вот. А вторая вот пришла, и мне пришлось с ней подраться. Ну да, в принципе, и пофиг. Мне ничего-то не дает покоя. Я помню, что я видел где-то эти усыпляющие дротики, но... Забью вам тут все. Ладно, к черту. Один дротик я потратил. Ничего страшного, если вдруг я его не подберу прямо сейчас. И тут у нас... Тут у нас выход на улицу, там выход на балкон. Все, короче, валим отсюда, к черту. Давайте... Эшварт Эшварт. Я не знаю, кстати, была ли у нас здесь опция убивать ее или не убивать. Ты не спрячешься от меня, защитник. Я тебя ищу, как бы, если что. Я видела тебя в городе, который тебя породил. Бриана Эшварт мертва. Кровожадный ублюдок. Как ты мог? Ты никогда не поймешь, как много Бриана значила для меня. Ну, надо было и лучше защищать. Ты не поймешь, на что я готов ради того, чтобы защитить Эмили. Может, как-нибудь ночью я разобью ее молотком и брошу в море на полдороги в Пандусию. Это нужно было сделать в первый же день, ты тупая овца. Я прошу конец твоим управлению, Далила. Твой клинок не остановит мое сердце. Но попытаться ты можешь. А. Я тебя понял. Да, ребятки, значит... Значит, значит, значит... На самом деле, я не понимаю очень много... Очень многой логики из того, что здесь происходит. Вот превратила ты ее в камень. Ты знаешь, что Корва сбежал. Ты видишь, что Корва тебе гадит. Ты видишь, что он убил Джиндаша. Ты видишь, что он убил Эшвард. Ты видишь, что он освободил Докторшу. Блин, реально, разбей ты к чертям Эмили и все. Просто все. Не будет больше никакой угрозы для тебя. Не будет больше никакой наследницы престола. Ну, что ты делаешь? Ну, блин. Дура набитая. Так, ладно. Предложение куратора Хейдена. Бриани Эшвард. Куратору Королевской Кунсткамеры. Кто бы... А. Хоть мы никогда не встречались, но объединяет нас одно дело. Мы храним культурные памятники, исторические артефакты. Вы на Сирконосе, Яна Морли. Я много слышал о вас и восхищался рассказами о ваших выставках. Ага. Итак, к делу. Я предлагаю обмен экспонатами. У нас в Морлийской галерее истории и скульптуры имеются работы многих великих мастеров, в том числе самого Антона Соколова. Кроме того, мы раскопали немало предметов удивительного качества, которые неизменно произведут на публику ошеломляющее впечатление. Но мы хотим, чтобы расширить сферу нашей деятельности... А. Мы хотели бы расширить сферу нашей деятельности. Интересует ли вас обмен? Мне особенно не терпится получить некоторые из ваших собственных работ и кое-что с собранием механической фауны. Механической фауны. С надеждой Финли Хейден, куратор Морлийской галерии. Так, почему-то при словах механическая фауна мне как бы не очень хорошо, да? Пульки. Мне как раз одной не хватало. Ладно, давайте тогда сразу к делу. У нас есть уборка закончена. Госпожа Бриана, как вы просили, я перенесла ваши старые аудиограммы в подвал, в архив. Я прибралась вокруг Оракула, как вы велели. Другие женщины говорили о старых линзах, которые вы извлекли из Оракула после той неприятной истории. Они хотели похоронить эти дряные линзы на Вике на дне океана, но мне показалось это уж слишком. Так что я сложил их в чучельной мастерской. Вдруг вы еще придумаете какое-то применение. Так, хорошо. Остальное работа я закончила. Пойду приготовлю ваш репейный чай с молоком. Я вам так благодарен за второй шанс. Я уверен, что со временем почувствую присутствие Далилы и научусь магии, как и мои сестры, по Ковину. Ковин и Ковенант. Ну, Ковенант вы знаете откуда, да? Это хорошо. Пожалуйста, не прогоняйте меня. Вы и наша императрица будете мной гордиться. Я обещаю, Карина. Так. Возможно, дневник Эшфорд объяснит, почему Далилу нельзя убить. Почему? Потому что она темная тоже, блин. Ну, как бы... Не закончено письмо Далиле. Далила! Далила мне быстро. Так, ладно. Когда мы не можем поговорить, я пишу. Есть то, что только способны... Есть то, что только ты способна понять. Я с каждым нём чувствую, как усиливается моя связь с бездной. И через меня твоя сила призывает всех, кто готов присоединиться к нашему Ковину. Новые лица, новые голоса. Наша связь сильнее, чем была в Бригмаре. Хотя ты далеко от меня. Если бы ты была рядом, я бы рассказала больше. А, хоть ты и далеко. Ну да. Я словно вижу сквозь воздух другие времена и места. Ты разорвала занавес, о котором я и не подозревала. О, Далила! Блин! Ветер приносит странный и прекрасный шёпот. Я вечно благодарен тебе за то, что стала твоим орудием. Молодец. Так-то и сдохла. Хорошо! Бздэнь! Что у нас тут ещё интересненького-то есть? Тут дверка. А, я тебя всё-таки усыпил оттуда, да? Смотри. Видишь, до чего доводит баловство с магией? Катись отсюда. Я не хотел тебя усыплять. Или мне с тобой разговаривать? Или с тобой разговаривать? С кем мне разговаривать? Какая из ваших частей сейчас внемлет? Так, ладно. Печатная машинка. Будильничек. Ну, как я могу пропустить будильник? Вы что? Разрабы специальных тут делали. Тачебл, как называется. Что их можно потрогать. Я не заведу будильник, что ли? Слушай, Эшвард, я тут твою подружку нашёл. На, типа, болтайте. Может, у вас получится. Вы там ведьмы любите со всякой мертвичиной заправляться. Так, я здесь так-то больше, ну, пули, да. Я тут больше ничего такого-то и не вижу. Значит, есть записки куратора Эшвард 38 вниз. Мне нужно вот это. Мне нужен прототип. До сих пор меня, кстати, напрягает механическая фауна. Это что за чертовщина? Блин. Я не хочу тут никакой... Мне хватило этих адских псов, которые здесь есть. Я не хочу никакую механическую фауну. Так, тебе через так. Стилтон Мэннер. Это Абелли, скорее всего. А это я не знаю, что. Ну, картины и картины. Записки нечитабельны. Жаль. Это я заберу. С вашего разрешения. Кунсткамера. Кунсткамера это выставка всяких странностей. Если я правильно понимаю, что здесь происходит. Там какой-то ритуал они проводили. Записки. Я не буду торопиться. Давайте исследуем по возможности. Все, посмотрим. Сирконос. Гристаль. А, это просто деньги. Я думал, почитать можно. Ладно. Арфа. Ну, быть плохим человеком так во всем, не? А фига ли у вас тут осы? Фига ли у вас тут трупные осы, а, ребят? Это ж как бы, ну, будем это грубо называть музеем. Но я понимаю, что это не музей. Но... Ты где? Я не знаю, я ее убил, не убил эту ведьму. Пофиг. Так. А, не, вот она валяется. Ведьма труп. И так. Смешайте джин с сахаром. Добавьте льда. Кстати, кто хочет, может, я вот сейчас уберу пушку. Это можете почитать рецептик. Может, переведем его потом. Я бы не стал готовить то, что готовят ведьмы, но это уже другое дело. Лечиться я пока, наверное, тоже не буду. Лечиться я пока тоже не буду, потому что, возможно, я найду жрачку. Если сейчас будет какая-то стычка с кем-то, то тогда, да, полечусь. А пока что... Погодите. Магию творите всякую, да? Ах, вы твари. Ну, творят же, значит, твари. Логично. Будильничек. Тело, труп. Тело, труп. Тело, труп. Тело, труп. А, как много телотрупов-то? Вы тут явно людей мучили. Время начинает глюч, когда эту штуку начинаю нюхать. Не надо. Не надо. Глюки не надо. Тут чувак и так с демонами связан, а вы ему еще и глюки. Потолки открылись, люки. Не пугайтесь, это глюки. Я сюда пошел дальше, а вон там вот я все исследовал. Давайте я просто на секундочку выйду, мы сейчас вернемся. Мне интересно, что здесь дальше. А, тут лифт и тут, я понял. Просто спуск. Что тут происходит? О, тут еще кто-то есть. Это труп так орет до сих пор? Надо бы голову отрубать. Ведьмы все-таки. Ну ладно. Так, это, в общем-то, у нас музей, заселенный ведьмами. Я вас понял. Нам на этаж ниже, но я думаю, мы спустимся через тот проход, там где были осы. Там может быть что-то интересное. Пульки надо будет подобрать при возможности. Кстати, пули довольно неплохо справляются с ведьмами. Уж как уж, так уж пошло, но... Карнака. Хм. Окей. Давайте вообще их пять начнем. Что-то мы давно это не практиковали. Я думал, я подобрал этот амулет, который был... А, он внизу. Руна прямо здесь, внизу. Вообще у нас тут еще две руны будет, амулет. Так. Насчет руны. Это нужно обязательно спуститься взять. Ну что, ребят? Руны, это же святое. Мы там считали, нам их нужно 100-500 миллиардов этих рун. Так что... Собираем обязательно. Просто на подушечке лежало, серьезно? А это, случайно, не труп гвардейца? Да, это труп гвардейца. Так, амулет близко. О, эти арбалетные стрелы, наконец-то. Так, надо сердце пока что убрать. Оно меня сбивает. Я понял, что амулет находится на этаж ниже. Руна находится, наверное, или в другом крыле, или что-то такое. Я же говорю, я хавчик найду. Так. Это мы тоже все задуваем. Записки. Ну, записи, записи, это, конечно, хорошо. Но давайте... Прикинь, если бы мне снизу пришлось бы пробираться через... О, запрячивать ручку мне максимум. Хорошо. Я вас понял. Если бы мне снизу пришлось бы пробираться через всех этих тварей... У них тут какой-то супчик варится. Только я не знаю, хотел бы я пробовать этот супчик. Сюда можно было, кстати, пробраться. Смотрите, тут есть окошко. Можно было на кухню. Довольно много проходов. Хорошо. Мне нравится. Но мне что-то, что-то мне подсказывает, что я выбрал самый удачный через верх. Потому что и Эшвард мы очень быстро уприходовали, и ведьмочек мы перестреляли сверху. Они практически не оказывали сопротивления. Мне это нравится. Я тоже заберу. 150 монет тут на ровном месте. Вот так вот я деньги и не нахожу потом. Не заглядываю в какую-то комнатку случайно, и там бах, 300 монет. А потом, кстати, говорят, ты тысячу не донашел. Успокойтесь. Вот монет. Упс. Я трупом разбил это. Ну ладно. Упс. Она тут что-то сидела, то ли... Блин, тут денег прямо разбросано. То ли кушала, то ли что-то. Это я не могу потушить, нет? Что-то какие-то книги горят. Ладно. Мы подбираемся к прототипу. Блин, тут просто вот эти вот комнаты, они усеяны мелочами. Вот, например, книга. Я мог ее сейчас запросто пропустить. Кинет Обеншоу. Наши натура философы. Почему же я не могу с первого раза никогда это произнести? Решение есть всегда. На что мы готовы... Но чем мы готовы пожертвовать ради него? Когда Антон Соколов произнес эти слова, Гристель отчаянно сражался с самой ужасной эпидемией столетия. Больницы были переполнены, горожан охватила паника. Со временем, благодаря усилиям Соколова и Пьеро Джоплина, лекарство было найдено, но за него пришлось заплатить страшную цену. Для создания лекарства Соколову были нужны инфицированные люди. Их собирали вместе, водили им экспериментальную сыворотку и наблюдали за результатом. Чума была ужасна, но и эти сыворотки обладали страшными побочными эффектами. У одного пациента кровь превратилась в камень, у другого кости растворились под кожей. Рассказывают, что их дикие крики могли свести с ума кого угодно. И все же, как утверждает Соколов, эксперименты оказались полезны. Ну, как бы, наверное, так и разрабатывают. Нет, не то, чтобы у людей кости, там эта кровь превращается в камень, но сыворотки обычно же их тестируют на больных. Увы, экспериментаторы не ограничились больными. Из соображений, понятных только натурой философу, сыворотку было необходимо вводить и здоровым людям. Граждан, осужденных за мелкие преступления, бросали в камеры и вводили им экспериментальные сыворотки Соколова. Разумеется, большинство этих совершенно здоровых людей погибло. Официально все они жертвы чумы, умершвленные в поисках лекарства и погребенных в общих могилах. А вот это вот уже не очень хорошо, кстати. Абигайль, дорогая кузина, можешь взять немного его волос и свежий носовой платок, если получится. Так, это незаконченное письмо для Абигайль, ну логично. Если получится, постарайтесь к ним не притрагиваться и пришли, мне завернув в вощенную бумагу. Остальное предоставит мне и неудача будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Никогда нельзя принуждать к браку с таким старым сморчком, как он. От одной мысли о его страшных сиреневых губах меня тошнит. Бедная моя голубка, как хорошо, что дядюшка Макс все-таки понял, что этот хрыч тебе не пара. Еще скоро пришлю тебе мазь для цвета лица. Алисия. Ведьминые штучки. Ну да, да, типа того. Упс, я думал это пустая бутылка, она казалась с чем-то. Ну, ладно. Вроде как на мне это не особо сказалось. Кроме того, что я оглушила, ослепила. Ой, блин. Привык ручонками хватать, все попало, да? Короче, так вот оно и получается. Эта локация просто дофига, насыщена всякими детальными предметами. Я очень боюсь что-то упустить. Я уверен, что я что-то упущу. Ну, то есть... Чувствуете? Лавкрафтом запахло. Серкановские легенды. Старое морское чудовище. Прицел надо убрать. Ну, это же Кракен. Нет, знаете, с точки зрения музея, это место офигительно. Тут очень много крутых экспонатов. Если бы, например, что-то подобное было бы в городе, незаведуемым ведьмами... Так уж, скажем. Ключ от комнаты... Требуется ключ от комнаты охраны. Комната охраны. Эмм... Блин. А где я возьму ключ от комнаты охраны? Это сейчас был фейл, да, если чё? Может, охрана сама ко мне выйдет и... Окей, это было проще. Почему дверь взорвалась, вот этого я не понял. Хм. О, пули. Как раз мне их не хватало. Я ещё думал, где их взять. Я на секундочку подумал, что это был фейл. Но не стоило разбивать стекло и всякое такое. А тут было просто две ведьмы, а охрана... Ключ от комнаты охраны. Спасибо. Теперь-то он мне, кстати, зачем, если дверь-то взломали. Не, не буду докапываться до таких мелочей. Ой, дротики, дротики, дротики. Хорошо. А то я их перетратил все, и теперь надо было их где-то пополнить, собирать. Груша! Сирконовская охрана. Вступайте в ряды! О! Кнопка. Так, хорошо. Сейчас может быть второй фейл. Если я зайду, эта штука закроется за мной, да? Нет. О! Я не понял, как эта дверь взорвалась. Ребят, если кто знает такие подробности, мне было бы интересно. То есть, она была заперта. Я думал, что это какая-то головоломка с найди ключ. А потом я подумал, что надо было разбить стекло и быстро телепортироваться сюда, но тоже нет. Хотя я не пробовал, я просто... Ну, нет. Ладно. Пойдемте с той стороны посмотрим этот этаж. Как ты быстро запыхался-то, а, королевский охранник? О! А вот эти ведьмы, которых я понастрелял, тут как уток просто. Бедный Йорик. Катись отсюда. Ничего, ни одна из вас не соизволит пожертвовать мне ничего, ни денежки, ни стрелы. Я на вас столько потратил. Хорошо. Что у нас тут? И... Джиндыш был полным психом. Как это вообще работает? Как это вообще работает? О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Предупреждение от Брианы Эшвард. Все вы, если так же верны, Далили, и нашему Ковину, как я, услышьте меня. Меня снова мучили кошмары об Оракуле. Первый комплект линзы, использованный Джиндышем, едва не погубил меня. Я почувствовала магические вибрации Далилы, и пламя, которое она разжигала во мне, померкло, как после Бригмура 15 лет назад. Я боюсь, что еще одно происшествие такого рода лишит меня всего. В связи с бездной, с самой магией, у нас нет больше права на ошибку. Я исследую старые линзы в своей мастерской, потом уничтожу их. Помните, Далила доверяет только мне, и Оракул настроен только на меня. Не трогайте устройство, только я могу управлять сестрами Ордена Бриана. Я сейчас, наверное, сделаю глупость, да? Я установил линзы, которые подобрал. Зачем? Я не уверен, что мне стоит это делать, но тут есть эта опция, я не хочу это упускать. Ладно, давайте дернем, вот еще раз F5, дернем, и будь что будет. Я должен встать сюда, нет? И что произошло? Выключатель машины. Я не знаю, короче, что это такое. Линзы я поставил, сюда вроде встал. А, стоп, возможно, мне нужно было ее живую сюда принести. Вот в чем был прикол, чтобы она живая была. Я думаю, в чем подвох-то? Она же ведьма, она же, ну, типа, кусок говна. Зачем мне ее оставлять в живых? Мне нужно было оставить в живых по одной единственной причине. Для того, чтобы дотащить ее сюда и узнать, что скажет Оракул. Окей, видимо, эту возможность мы упустили. Но, на этот раз я, кстати, ее убил не потому, что я прям такой хотел ее убить, а это просто случайно получилось. Я как-то просто вырвался на нее и получилось, что я ее убил. Ладно, ребят. Так, на этой неделе представим... Ага, это у нас было, кстати. Если чем. Да, да, хорошо. Минус, минус. Мне, кстати, вот сейчас вот я, наверное, я чуточку пожалел, потому что мне было бы интересно это узнать. Но, но, раз уж мы с вами упустили эту возможность, я эту возможность тоже не пойду смотреть, чтобы получилось. Обычно, если я по какой-то игре упускаю какие-то возможности, то я стараюсь или перепройти, или же после того, как я заканчиваю игру, иду и смотрю эти возможности на каком-то другом канале, как прошли другие люди. Поэтому до конца игры я никуда ничего не пойду, ничего смотреть не буду. О всяких упущенных возможностях вы можете писать мне или в комментах, или я об этом узнаю уже потом, когда проект будет завершен. Пока что играем как есть. И, кстати, ребят, это мы тоже уже читали. Это мы читали даже еще во второй или в третьей серии. С одной стороны, конечно, приятно, что такие книжечки повторяются, потому что, учитывая, сколько здесь материала, его спокойно можно было бы упустить. Но зато, когда ты повторно натыкаешься на этот самый мой материал... Это парадный вход. Ну, по крайней мере, так выглядит. Когда ты натыкаешься на этот материал, то... А, ну это уже было, да. И все. Погодите. Я, кстати, забыл, что у нас тут есть еще один амулет. Но руна внизу. И амулет тоже внизу. Поэтому на этом этаже... У нас тут... Стоп. А, это я здесь... А, серьезно? Это это место? Это кухня. Тьфу ты, ну ты, серьезно? Я такой, я ж тут уже был. Теперь я понял, каким образом я тут уже был. Минуточку. Это ничего не подбирается. Ну, так блеснуло. Ладно. Записки. Записки в подвале. Записки в подвале. То есть, это даже не на этом этаже. Тогда на этом этаже у нас... А, и руна тоже не на этом этаже. И амулет тоже. В общем, нам все равно в подвал. Давайте мы тогда эту... Переработанную ворвань. А почему она как экспонат? Давайте мы по-бэренькому сейчас тут все обойдем. Почему оглушающие мины это экспонат? Ага, тут у нас, кстати, эксперименты над световой стеной проводились? Или где? Или что? Я тебя вижу. Хе-хе-хе, в пять. А вот этот, похоже, и вход в подвал. Потому его и охраняют. Нам туда. Давайте мы тут быстренько сейчас посмотрим, проверим. И, естественно, пойдем в подвал. Потому что все самое интересное будет происходить там. Взять ли с собой бачок ворваний? Хе-хе. По предыдущим опытам я чувствую, что это не такая уж и плохая идея. Если что, мы будем знать, что он здесь. Ой, чертежик. Опять же, чуть не упустил. Кто молодец? Я молодец. Упускать это прям наше все. Так. Здесь мы прошлись. Там мы прошлись. Центральное помещение. Тут вроде как библиотека, да? Да, тут книги, стеллажи. Уборная. Чувак застрелился. В сортире. Ну, или его убили. Ну, то есть, как бы, да. Просто так пистолет лежит. Возможно, это он отстреливался. Потому тут пистолет лежит. Центральный вход. Здесь. Да. Печальное зрелище. Я даже шутить по этому поводу не буду. Тело труп. Это, конечно, все стражники. Скорее всего, я бы их тоже убивал. Грены, кстати. Грены полные. Надо прокачать вместимость грен, если будет возможность. Я что-то неуютно себя чувствую, когда у меня всего 5 грен. Тебя обыскивать не получится. Тебя обыскивать хорошо. То есть, изначально тут были стражники, все дела. Ведьмы пришли, всех перебили. Так, это мы круголяны вернули сейчас, да? Тут с этой стороны ничего нету. Да, вроде бы, ничего. Ладно. Поехали в подвал. Все самое интересное там. Задание там. Руна там. Все, что нас интересует в этом здании там. А потом нам нужно будет вернуться к торговцу. И меня все-таки интересует, как к нему пробраться. Блин, они тут ворвань таскали, да? О, интересное кино. Хорошо. Меня интересует, как к нему пробраться через цепь. Я бы его грабанул так-то. Естественно, после выполнения побочки с ним. То есть, ну, я же не дурак. Наверное. Я заберу, спасибо. Нет, давайте тут я буду тогда ходить с сердцем, чтобы не пропустить амулет. Вот там, я понял. Вон он. Вижу его. Ну, практически вижу. Вот это, кстати, уже не первый раз встречается. Может, это их какой-то тайный знак. Нет, я тоже заберу. Ведьма без сознания? Ведьма-труп. Вот это мне больше нравится. И ты, ведьма-труп. Пиши отсюда. Все эти гнезда надо будет, наверное, убирать. Потому что, насколько я помню, даже из бывших гнезд могут повываливаться нужные мне вещи. Сейчас мы туда вернемся. Я хочу сходить сюда глянуть. Привет. Тут у вас склад какой-то, я вижу, да? Дверь заблокирована. Руны здесь. Ой, не руны, это амулет. Так. Тут у нас сидят эти ребята. Вы все без сознания, что ли? Тело-труп. Нет, он уже все. Он уже отъехал. Отсвечник. Делаю. Блин, я что-то не то разбил. Машу тут своими культяпками. Так, ладно. Тут делаются экспонаты, я так понимаю. Тут мастерская. Тут все это распыляется, разъедается. Нужен ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключ я, возможно, где-то смогу и получить. Тут, кстати, голова быка. Ладно. Я думал, по-быстренькому пройти забрать. По-быстренькому нет. Давайте вернемся в предыдущую локу. К вот этому динозавру, к ящеру. Как его там? Ты что делаешь? Такой. Ладно. А, это у нас, кстати, ну-ка. Да, этим можно было броситься. Неплохо так. Ага, это открылось. Ключ от архива в кабинете управляющей. Да, спасибо, мы его нашли. Супер. Руна у нас приехала. Это главное то, что мне нужно было. Когда Далила пала от руки Дауда, ее магия развеялась, и ведьмы разбежались. Я начала новую жизнь в Карнаке, но потом вновь услышала ее шепот из бездны. Она вела меня к герцогу. Мы вместе вернули Далилу в этот мир. В доме Арамиса Стилтона три года назад мы изменили всю империю. Мы все, кто был с нею в Бригмаре прежде, почувствовали, что магия возвращается. Вскоре к нам присоединились другие. Теперь Далила бессмертна. Она владела Данолом, а мы проникли в Орден Оракулов. Смотрители получают указания от сестер-провицательниц, а мы скоро подчиним себе их сны и видения. Вот как это работает. Служебный вход. То есть все, мне теперь можно валить отсюда. Ага. Ну то, что мы и подозревали, что ведьмы проникли к сестрам и теперь пытаются им указывать, что делать. А зачем мне сюда? Вот зачем. Здравствуйте. Это я заберу. Это, это заберу. А вот это прочитаю. Антон Соколов, глава 14. А, путешествие в Пандусе. Пардоните, это мы читали. Какое интересное местечко. А сюда я могу попасть? Да, тут ничего такого. То есть это была просто нычка посередине. О! Хорошо, я вас понял. Теперь. Как мне попасть к амулету? Да, я знаю, что рядом. Ага. Вот так вот. Вот так вот мне сюда и попасть. Дверь не заперта. Дверь заблокирована. Это я заберу. Спасибо. Получается, я на этой локе собрал все. Ха-ха-ха-ха. Люблю, когда так получается. Срок закрытия кунсткамеры было, по-моему. Если что, ребят, можете прочитать на паузе. Пандусию 4 было. Мы ищем пандусию 5, если что. Если я правильно помню. Так, вот этим я практически не пользуюсь. А, все! А, все! Нам на выход-то. Мы, мы здесь уже свое отходили. У-у-у! Какие места интересные. А вот эта дверка, в которую я не мог пройти. Помните? Я сюда ломился. У меня не получалось. Так, улицы у нас вроде должны быть чистые. Давайте к торговцу. Как бы мне все-таки попасть к нему. Какая зараза? Сейчас буду! Тут остались солдат? Да ну нет. Да, там солдаты, прикиньте. Да ну блин, я уже настроился на то, что я сейчас прогуляюсь тут и все. Я тебя не обобрал? Интересно, кто это был? Да никого это не было. Пошли что? Не-не-не. Смотреть осторожно. Убийца может быть где угодно. Может, может, вообще может. Обязательно. Золотом. Блин, тут плохо, да? Тебя душить будет. Так, и в пять. Опоздали. Ну, опоздать-то вы опоздали, конечно. Кажется, здесь кто-то был. Еще, еще трое. Не, ну я-то вас передушу сейчас всех, все дела, конечно. Не с той стороны закрываешь. Ты не сможешь прятаться, ведь? Стоп! Это... Не смогу, конечно. Я и не собираюсь прятаться вечно. Ребят, вы че? Совсем об стенку ударились. Я не знаю, что эффективнее. Вот это или убивать их дротика. Ну, не то, чтобы убивать. Не знаю. Просто как-то жалко тратить на них дротики. Так, на еще одно вселение мне хватит. В принципе. С этим не должно быть никаких проблем. Ну, без бутылочки я имею в виду. Ты сам сюда пришел? Молодец. Минус четыре. Я думал... Ни фига себе их там набежало. Все? Все. Раз. Два. Сколько? Шесть человек? Нормально. Сейчас будет седьмой. Есть еще кто-то? Смотрите, сколько народу я передушил. До этого я тоже старался душить стражников. И задушил их довольно много. Не убивая. Если после этого игра мне скажет, что мой рейтинг самый кровавый убийца из всех кровавых убийц, то, блин, мне кажется, я после этого нарочно начну просто людей резать. Там, не знаю, тоннами. Кило-тоннами. Ну, что это свинство? Какого фига? Я стараюсь. Душу их тут, отвожу, прячу. Ну, ладно. Я-то тебя убил, да. Ну, так они же и не люди вроде как. Нет, ну, конечно, люди. Ну, просто бандиты, группировки, секты. Это мне все особенно противно, поэтому... Что ты там просишь? Говорят, кто-то ограбил один из наших магазинов. Я даже знаю, кто это был. Пусть только попробует сунуться сюда. Угу. Так, ну, давай с тобой. Привет. Вижу, вы нашли прототип. Угу. Ваш знакомый мертв. У него была опасная работа. Ну, да не будем об этом. Полагаю, вас интересуют деньги. Очень. Сначала гонорар за находку. И если хотите, я сделаю чертежи, с помощью которых вы измените ваши инструменты. И в знак благодарности я сделаю вам скидку на мои товары. Надо было сразу уже сходить, потом покупать. Так, да. Что-то я так и подозревал. Нужно было сразу сначала сделать для него все, потом покупать у него. Ну, ладно, такое дело. Заходите, прошу вас. Я всегда вам рад. Я всегда вам рад. Пускайте в них один расщепляющий болт, работающий только с арбалетными болтами. Есть больше трубных хост, чем в любом другом квартале Горнаки. А раньше был такой пристойный район. Вот что у меня есть, чтобы улучшить снаряжение. Так, что я хочу? Я хочу вот это. После снаряжения нельзя будет удалить, если... Ага! Извините, ребята, все-таки голос немножко барахлив. Я так и думал, что это на выбор. Было бы слишком шоколадно. Нельзя гвоздь в крышку гроба. Значит, погоди. Нет, это у нас полуавтоматическая стрельба. А это фиксирует до трех целей и выпускает один расщепляющий болт, чтобы завалить троих. Ну, полуавтоматическая стрельба мне нафиг не нужна. Нет, ну, это, конечно, прикольно, когда оно есть, когда оно пассивка. Но когда приходится чем-то жертвовать, я бы лучше, наверное... Вот это вот до трех целей, чтобы можно было там отметить такой... Фидак! И троих убил. Да, вот это хочу. Прекрасный выбор. Не сомневаюсь. С пистолетом. Пули. Пули-то, конечно, классные. Нет, меча брать не будет. Вот бы когда-нибудь снова открыть свою галерею. Взрывается при соприкосновении с целью. Вот это круто. Это я хочу. Глушающая мины и пружинная мина. Не знаю, я ими не пользуюсь. Возможно, зря, но... Не хочу. Так. Стянающий болт. Ослепляет врагов, обращает ведьм в бегство. Болт глубокого сна. Ослепляет врагов, обращает волкодавов в бегство. Ну, такое, жалящий. В подпольных магазинах появляются болты, которые жалят врагов. То он просто в магазе появился. Не знаю. Так, что я хочу. Запас пружинных мин плюс 2. Я не уверен, что хочу этого. Максимум болтов хочу. Да. Уверен, вы будете довольны. Максимум пуль не уверен. Так, гранаты. Вот это тоже возьму. При соприкосновении, чтобы можно было... Подарочная упаковка не нужна. Их метать как нужно. Так, хорошо. У нас осталось... Бронированные пули. Пули отскакивающие от твердых поверхностей, включая вражеские доспехи. А зачем мне это? Магнитная пуля ненадолго отключает часовых солдат. Это я, кстати, купил, да? Тут у нас... Скорость перезарядки. И точно пистолет уменьшает разлет, стабилизирует прицел. Неплохо, кстати. Запас пружинных мин... Ну, давайте... Блин, даже не знаю, тратить на это деньги нет. Если мне их будет больше, возможно, я смогу ими лучше пользоваться. Хе, такая себе логика, да? Меч. Грены я купил. Дальность пружинных мин увеличивает радиус поражения. Да, давайте я вот, наверное, вот это сделаю. Вот. И... Где у нас там это было? Вот это сделаю. Попробуем попользоваться пружинными минами. Если вдруг нам встретятся солдаты... В прошлый раз мне не понравилось, что они... У них маленький радиус поражения. Их мало с собой. Теперь я это все прокачал. Я надеюсь, станет лучше. На пять пуль больше с собой. Кунсткамеру закрыли. Теперь здесь совсем тихо. А, да, есть такое. Блин, мне двадцатки не хватает, чтобы то и то паркать. Ну, с другой стороны, мне не надо. И то и то... Тут тоже мне двадцатки не хватает. Так, точный пистолет. Это скорость... Скорость перезарядки мне не надо, потому что у меня много патронов в обойме. А... Уменьшает разлет... Давайте вот это. Вот. Ну, снаряжение я покупать у него все равно не буду. Руну я у него купил. Вот на чертежи скупился, и то хорошо. Газеткам... Так, теперь, насчет тебя, чувак. Добро пожаловать. В моем магазине вы в безопасности. Осмотритесь, не спешите. Зачем мне вентиль? Прошу, прошу. Вы слышали? Говорят, кто-то ограбил... Зачем мне вентиль, ребят? Попробуй сунуться сюда. А вот это уже интересно. Так, ну, в магазе мы поэтовали, сделали все, что надо... Минуточку, вентиль. Мне, возможно, нужно будет, чтобы открыть решетку здесь где-то. Есть хочется. Может, пора раскошелиться на пирог с рыбой. Пирог с рыбой, это вообще святое. Да, это сюда. Спасибо. Я же говорил же, что есть какой-то путь. А вот и цепочка. А вот и не сюда. Говорите, магазин у вас ограбили, да, ребят? Сочувствую вам. Просто, ну, крайне сочувствую. Наверное. Э! Открыть этот люк как? Стоп. Ну, так нечестно. Ну, я же даже проход нашел. Ну, а теперь как этот люк открыть? Блин. Ну, не может быть так близко и так далеко. Так, 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 погодите. Что? Что у нас? Зрение 8. Рычаг открывания вот это, вот он, да? Сверху. Так, ну то, что тут рыбы плавают, это, конечно, круто. Как мне туда попасть? Черт. Вселиться. Я могу в рыбу вселиться. Не хочу. Мне, в принципе, не надо. Я здесь уже оказался. Как мне туда попасть? Юночка, а в продавца? Почему я не могу в продавца вселиться? Могу! Стоп. Наверное ж могу, да? Афига ли вы на меня нападаете-то? Я не хочу вас убивать. Рабочий труп. Рабочий труп. Рабочий труп. Да ну, блин, ребят, ну серьезно. Ну, я понимаю, вы ко мне не очень благосклонно-то относились. Ну, зачем вот так-то? Я же не хотел вам ничего делать. Ай, блин, двоих рабочих грохнул. Ну, ну фига ли? А потом играет-ка. А, ты кровожадный. Угу. Фига жадный. Блин, у него там куча всего. Добро пожаловать. Не спешите с выбором. Почему я не могу в него-то вселиться? Ну, игра, ну так же нечестно. Посмотрите, сколько там лутецкого. А тут, кстати, у него вот это вот... Шлюз-то открыт. Блин. Блин. Ты вылезти не можешь отсюда, что ли? Ну, блин, ну корва. Давайте этих ребят в воду посбрасываем. Черт. Я, наверное, слишком много на это трачу времени, да? Вот эти затупы и всякое такое. Обидно. Почему я не могу... Ну, да, он мне показывает, типа, это Black Market. А как? Что? У меня такое ощущение, что я какую-то мелочь буквально упускаю. А там у него и золото, и деньги, и всякое такое. Ладно, ребят. Я тогда ухожу отсюда. Извините, если какой-то очевидный вариант был, и я его не вижу, ничего не могу с этим поделать. Так что давайте, наверное, тогда просто свалим. Там, блин. Без магии кору вообще ничего не стоит. Такое это... Все, пойдем отсюда. Значит, сделано. Да, да, сделано. Эшвард нам больше не помешает. Давайте кобели пойдем. Но это еще не все. Когда я жила в Дануале, я занималась делами, за которые мне до сих пор стыдно. Да. За долгую жизнь всякое случается. Да. Но я сотворила больше зла, чем другие. Возможно. Я знала Далилу и Эшвард. Купилась на их бредни. Влипла в это дерьмо по уши. Если честно, до начала этой истории я думала, что Далилы уже нет в живых. Не хочу вдаваться в подробности, но вам стоит знать. В моей жизни были моменты, о которых я сожалею. Рад за тебя. Обманщик плохой друг, Фостер. Вы так думаете? Когда-нибудь вам придется поведать мне все ваши тайны. Да запросто. Готовы отправляться? Да. Потому что я не знаю, как к этому чертовому магазину пройти. Знаете, что самое обидное? Почему я не могу вселиться в продавца? Что это за внутриигровое читерство? Я могу вселиться в крысу, в труп, в солдата, в кого угодно. В продавца не могу, чтобы пойти и открыть себе дверь изнутри. Но это было бы настолько логично. Черт побери. Но я понимаю, это сделано для того, чтобы ты мог забраться туда и без магии, если ты выбрал путь без магии. Но я тогда не вижу как. Ну вот вентиль туда, и там этот люк закрыт. И я не знаю, короче, как его открыть. Все, короче, валим отсюда. Если вы знаете ответ, пишите. Меня это почему-то прямо аж раздражает. Да, валим отсюда. Может мы герцога убьем, а, ребят? Ну, то есть, это же очевидно. Вот смотри, 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 сколько мне кровавости начислили. Ну, что это за фигня? То есть убито мирных жителей, мирных людей. А, рабочие не считаются у нас мирными, да? Потому что они... Мне напали, потому я оборонялся. Это вон ту женщину, которую я зарезал в квартире. Убита врагов 34. Всего убито 35, да? Обнаружено тело 29, обнаружение 32. Ну, в принципе, насчет скрытности мне было всегда пофиг. Почему мне показывают крайние... Ну, шумы, да? Почему кровожадность мне максимум показывает? Ну, блин... Я не понимаю этого. Я все нашел, кроме денег. Руны 6, алтарь 1, амулеты 9. Ну, вот, тысяча денег, тысяча денег. Я уверен, что это было... Это тысяча лежала вон там, вон у продавца эта тысяча. Хорошо. Чертежи все нашел, картины все нашел. Последнюю картину вообще по чистой случайности нашел в кунсткамере. Удачные переговоры. Лучшую цену за прототип. Да, беседа с Далилой. Да, смотрящие смотрители. Форпост. Откуда наместник Бирн шпионил? Ну, найти его было не проблема. Он был обозначен. Ну, хорошо. Продолжить. Пожалуйста. Давайте на падший дом. Посмотрим, что нам это даст. Бесит, блин. Стараешься пройти аккуратненько. Я точно меньше, чем половину уровня... Ну, хорошо, блин. Я не знаю, если ведьмы считаются за... Ежешь, наверное, тоже можно было душить. А что с собаками делать? Не знаю. Ладно. Три года Далила вынашивала свои планы. Люди-герцоги собирались в доме Серебряного барона по имени Арамис Стилтон, чтобы ради Далилы совершить ужасное. Надо узнать, как они сделали ее бессмертной. Но где я был три года назад? Позволял Эмили дремать на заседаниях Совета, обучал фехтованию и приемам уличных драк. Я был готов встретить врага, которого можно сразить мечом. Солдат, шпионов, наемных убийц. А столкнулись мы с чем-то выходящим за рамки возможного. И побил нас некто вроде меня. Кто-то, кто лучше, чем ты. Потому что ты-то свою работу делаешь отвратительно. Ну что ж, мы опять здесь. Дневничок у нас. Давайте напишем что-нибудь. Так, королевский убийца. Что-то произошло три года назад. Ну, опять же, я же говорю, ребят. Вот эти все вещи, это как общее оформление того, через что мы проходим. Если ты вдруг потерял нить сюжета. Заметки было. Возвращение Далилы. Хорошо. Умение. У нас семь рун. Да. Е. Значит. Значит, значит, значит. Что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, качнуть изгиб времени. Сам по себе. Да, хочу. И на оставшиеся две руны мы можем или сделать относительность. Вы двигаетесь быстрее. Или мы можем сделать длительный изгиб времени. Увеличить продолжительность. Следует ли нам сейчас этим заняться? Или подождать? Нам четыре руны еще не хватает для того, чтобы сделать полную остановку времени. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я бы все-таки хотел остановку, поэтому четыре ждать быстрее, чем шесть. Поэтому вот эти две я сейчас тратить не буду. И мы с вами, наверное, будем копить. Надо будет глянуть, сколько рун нам несет следующий уровень. Я очень надеюсь. А почему ты себе жизни и манну не восстанавливаешь, пока спишь? Ну блин, ну что ты за игровой персонаж-то такой? Да. Это носок? Ладно. Хорошо, ребят. Давайте тогда на этом моменте мы с вами-то и закончим эту серию. Ну не знаю, сколько нам осталось. Я даже не могу приблизительно сейчас предположить. Сколько мы народу-то, этого, королевского убийцу, мы доктора спасли, да? Это была наша первая цель. Вторая цель это была Джинда, Джиндаша мы убили. Эшворд мы убили. Кто у нас остался? Я даже не знаю, кто у нас еще будет. Они говорят про вот этого какого-то чувака, ну знатного, во дворце которого они собирались. Плюс есть еще Абелли, я практически уверен, что нам придется убивать Абелли. И я думаю, что Далила будет у нас последним боссом, ну последней целью. Если я могу предполагать, то наверное, наверное, еще где-то 3 или 4 задания у нас будет. Ну опять же, это вот чисто рассуждая вот так вот логически, на вскидку, я не знаю, сколько там осталось до конца. Я в эту игру не играл. И поэтому я могу только делать предположения и ни в коем случае не утверждать. Все, ребятки, на этом сегодня у нас все. Увидимся в следующих сериях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»